Всем привет! Перед вами вторая часть обзора игры Горки 17, ссылка на первую в описании. В этой части будут спойлеры, а точнее полный пересказ сюжета. Если же вы уже играли в Горки не раз, наизусть помните сюжет и вообще знаете игру как свои пять пальцев, можете пропустить пересказ, перейдя по временным тегам в описании. После видеоролика мы видим как вояки приплывают на лодке. И тот, кого я в предыдущем видео называл шефом, Коул Салливан, рассказывает об объекте. Секретной базе, на которой проводились военные эксперименты. Кстати, важный момент, о котором я не предупредил в первой части обзора. Подобно этой базе, сама игра тоже хранит в себе секреты. Ее сюжет может вызвать больше вопросов, чем содержит ответов. В игре есть некая недосказанность, чувствуется будто разработчики планировали продолжение. И того, кто в сюжете больше всего ценит концовку, его целостность и подробность, игра может немного разочаровать. Я же в этом видео постараюсь порассуждать на тему сюжета, развить его и предлагаю вам присоединиться в комментариях. Из первых же реплик бросаются в уши различия характеров героев. Салливан – типичный вояка-начальник, суровый и непреклонный. Тьерри Трантин – весьма непримечательный, образованный и послушный молодой солдат. Ярик Овиц – самый неоднозначный, на мой взгляд, но оттого и самый харизматичный персонаж. Из их беседы мы узнаем, что на военной базе Горький-17 проводили эксперименты. А Трантин пересказывает слухи, мол, она была русской секретной базой для подготовки шпионов. Год назад базу разбомбили из-за карантина, но подробностей, почему разбомбили, никто не знает. Генерал НАТО, Гордон Ламар, отправил сюда команду, чтобы это выяснить, но связь с ними была потеряна. Чтобы узнать, что с ними стало, и отправили наших вояк. Вторая наша задача – найти описанную Ламаром лабораторию. Овиц в диалоге отшучивается, мол, жаль, что мы не опытные солдаты. Погодите-ка, мы ведь опытные. Да и вообще относится к приказам и вечной серьезности шефа с иронией. Но при виде первого же монстра панически кричит И непонятно, шутит ли я опять или правда испугался. А в паре шагов отсюда мы находим половину первой группы. Точнее, то, что от них осталось. Первого признает шеф и говорит, что это один из лучших спецов компьютерщиков НАТО. В этом диалоге иронично пошутил Гоблин, мол, зачем сюда вообще отправили программиста. А Трунтин признал второго. И сетует, мол, он бы выжил, даже если ему подложить взведенную гранату в карман. Вояки отмечают, что с их телами что-то не в порядке. Они пахнут, а кожа зеленая. Чуть погодя, после очередного боя мы обнаружим записку, которая гласит «Первый здесь» и подпись BT-62-13. Хм, к чему бы это? Ну ладно, об этом позже. А дальше мы встречаем вот этого кадра. Василия. По его словам, ветерана русской армии. Оуэц не упускает возможности сказать, что он поляк и не любит русских. Шеф задает закономерный вопрос, как Василий тут выжил. А тот рассказывает, что его друзья изменились на глазах. Они превратились в монстров. То есть, все эти монстры когда-то были людьми. А еще, он видел двоих людей, которые дрались будто с воздухом, с невидимками. Затем их кожа стала зеленой, и они свалились на землю. На их телах он нашел записку, в которой говорится «Косов знает все, но ему плевать на этих людей. С помощью маточных дисков я могу обратить этот кошмар спять». Но Косов хочет сохранить свои секреты и уничтожить диски, если найдет. Потому я их спрятал. Один в порту, один возле монумента и два в центре города. Я попробую вернуть их в лабораторию. Перед нами появляется задача найти эти диски. Шеф лишь надеется, что эта записка не шутка. Да и оставшиеся двое членов НАТО могут быть еще живы. Опа, записочка. Я буду следить за тобой. У-у-у-у-у. Здесь мы знакомимся с двумя первыми боссами. Подбираем первый диск, и дорога к третьему боссу открыта. А если разгадаете пароль от сейфа, по нехитрому намеку, получите шокер. Оглушающее оружие, которое не тратит патронов и превращает большинство врагов в мальчиков для битья. Разве что атакует только вплотную и перезаряжается два хода после использования. Кроме того, в первой же области есть транквилизаторный пистолет и дротики к нему. И даже три оглушающих гранаты у босса, если разобраться, как открывать ящики в бою. С этим товарищем у меня связан забавный случай. Когда материал для обзора я уже заснял и просматривал видео при подготовке сценария, я использовал Media Player Classic и стандартное сочетание Ctrl-вправо для перемотки на 5 секунд. И случайно заметил, что музыка во время хода игрока имеет периодичность в те же 5 секунд между ударами барабана. И если перематывать в нужный момент, нажимать клавишу в такт музыки, получится эдакий даб-степ. Я решил найти момент, когда эта музыка звучит дольше, чтобы насладиться этим неожиданным звучанием. Фрагмент я выбрал перед боссом Бабулей. А там перед боем звучит крик Василия «Мы все умрем!» Который тоже довольно удачно добавился к этому импровизированному даб-степу. Мы все умрем! Мы все умрем! Эта музыка получилась довольно жуткой. Она стала звучать для меня, как какое-то скрытое послание. А Добровский постоянно повторяет, что мы все умрем. И действительно. А я тут в игрушке сижу, играю, видео про них снимаю, монтирую. Что занимает в разы больше времени, чем сама игра. Ради чего все это? Я лишь ускоряю ход отведенного мне времени. Бррррр! Но меня уже не остановить. И если кто-то кроме меня это смотрит, то все не зря. Победив третьего босса, находим третью записку от нашего незнакомого знакомого. Помни, не каждый из них гибрид. В русской логализации помни, что мутировали еще не все. Идем дальше и встречаем двух воров-алкоголиков-тунеядцев. Прогнав их, получаем журнал. В нем говорится. Вчера мы напивались и говорили о генерале Косове. Он будто святой грааль хранит в лаборатории, судя по тому, как он ее охраняет. В общем, Косов, лаборатория, интрига, диски, которые надо найти. Добровский говорил, что двое из первой группы пришли из канализации. Он отправляет нас туда. Даже, я бы сказал, посылает искать большой вентиль. А сам говорит, что с нами не пойдет, ему надо бежать, утюг забыл выключить и все такое. И загадочное, я не смог защитить остальных. В русской версии после его ухода даже слышен крик. И внезапно на нас нападают. Как кричит овец, демоны! После двух идущих подряд боев мы находим тело третьего бойца и... живого четвертого. Ее зовут Джоан Макфаден. Она нам рассказывает, что их группа так и не добралась до лаборатории и подтверждает слова Добровского, что эти мутанты были когда-то людьми. А еще добавляет значительную долю пессимизма. Говоря, что мы все равно ее не спасем. Ее монологи довольно неплохо звучат в локализации Гоблина. О май гад! И да, в гоблинском переводе наш родной отряд ГРУ спасает непутевых американцев. Очень характерно. Выбравшись из канализации, мы попадаем в музей. Рядом с характерным для советских времен монументом солдата и колхозника. Рядом с которым, как и говорилось в записке, находим второй диск. Не очень-то он тут и спрятан. Немного после, в парадный музей, нас встречает другой капитан НАТО. Да что же происходит? Кто тут только не шастает? И дедули, и воры какие-то, и целые отряды солдат. А нас послали всего-то втроем. Капитан передает приказ об эвакуации на вертолете. То есть забыть о лаборатории и хотя бы спасти Макфаден. Для этого надо подняться на крышу. Если ранее в необязательных для посещения закутках было оружие и боеприпасы, то в углу этого зала нас ждет еще один подконтрольный персонаж. Угадайте, как его называют овец? В результате его спасения узнаем, что он по непонятным причинам сохранил рассудок и что его зовут Ян Кюрац, или почему-то Медуза. Он вроде как куратор или хранитель музея. А у Сноуба вахтер. Хе-хе, вахтер-герой спасает мир. Он говорит, что когда все начало происходить, некоторые люди просто исчезли, растворились в воздухе, а другие сошли с ума и стали нападать. Шеф надеется, что ему еще можно будет вернуть человеческий облик. И вот этот персонаж может нехило облегчить бои. Хоть он не носит броню и не пользуется оружием, но две неплохих атаки ближнего боя. Одна из которых бьет по области, а другая оглушает. А еще этот кадр имеет иммунитет к оглушению. Как я это обнаружил? Ох, это отдельная история. Сколько же раз мы их парней оглушали, когда я мог воспользоваться им, но не знал. В этом же музее есть терминал, который открывает двери. И при первой его активации на него нападают монстры. И да, именно на него, а не на нас. И если они его разобьют, гейм-ово, переигрывайте бой. Как, впрочем, и в любом другом бою с участием союзников. Следуя указаниям по рации эвакуироваться, поднимаемся на крышу, но вертолета там не обнаруживаем. И под угрозой от этих галдящих тварей, шеф пытается связаться со штабом. Женский голос на том конце говорит, что вертолет в пути и советует ждать. Но на вопрос, сколько ждать, тишина. После боя, в спокойной обстановке, Макфаден сетует, что подобная ситуация была, когда их группа пыталась связаться. Им лишь советовали ждать в порту. Но, насколько известно Салливану, никто никогда не принимал никаких сообщений от первой группы. А дальше мы в целом знаем. Они спрятались в канализации, двое из них пошли проверить порт, но не вернулись. Чтобы выяснить, что с ними случилось, отправился третий. Так что Макфаден добавляет еще немного пессимизма в своем стиле, что мы никогда не уберемся отсюда живыми. Тут же на крыше есть угол, пойдя в который у Медузы едет крыша. Извиняюсь за тавтологию. И это дает повод Овитсу попричитать. Я же говорил. Медуза начинает нести какой-то бред, оседлая змею, змея длиной 7 миль. Белолу Гошу умер. Хм, ну ладно, не все бред, последний факт. Хотя хоронили его без скала в сердце, так что кто знает. Но при чем тут Лугоши? И еще у Медузы проскакивает то же самое, что говорил Добровский. Я должен идти. На что Овитс говорит, так иди же, но почему-то стоит на пути, и Медуза на него нападает. Из-за чего приходится его убить. Убить Медузу, не Овитса. Но это не единственный вариант развития событий. Если не заходить сюда, то Медуза проходит с вами еще долго. Обычно я так с ним и ходил. Разве что предварительно без Медузы заглядывал в этот закуток, чтобы обобрать ящик. И тут есть дверь, из которой доносится крик «Не подходите!» на польском. Кстати, Овитс по сюжету переводчик, в основном переводящий русский язык и польский в английской версии игры. А та записка, переданная Добровским, написана именно на русском. Будто бы намек на то, кто ее автор. Наши локализаторы же хитро извернулись, будто бы почерк просто неразборчивый. Но намек на авторство потерялся. Итак, крик «Не подходите!» или «Все взорву!» Если заходишь, и правда взрывается, но только он один, кричавший. И все. В первое прохождение я не знал, что с этим делать. Просто не совался к этому сумасшедшему. Дело в том, что в игре иногда можно использовать оружие из инвентаря на объекте. Так, например, в самой первой локации можно достать супероружие, подстрелив баллон с газом из огнестрельного. Например, пистолета. Выбрать пистолет и нажать на баллон. И в том месте мне довелось немного побродить в непонимании. Но я в детстве таки догадался до этого. Каким-то образом. На крыше похожая ситуация, но метнуть в эту дверь оглушающую гранату я догадался совсем недавно, играя уже в сознательном возрасте. И мне стал понятнее странный ход с поехавшей крышей Медузы. Ведь в игре предусмотрен контроль максимума пяти персонажей. Даже в интерфейсе нарисовано пять сотов. Этот колоритный персонаж, Славский, если догадаться оглушить, присоединяется. А если Медуза уже с вами, то все пять вакантных мест занято. Вот так жестоко сценаристы и вертят судьбой старостепенных героев, освобождают слот для одного смертью другого. А Славский этот, тоже интересный и своеобразный тип. Рассказывает, что советские войска ушли из-за радиации, а сам он пришел сюда искать артефакты, заниматься бизнесом, как он сам это называет. Он такой же крепкий парень, как Овей, 150 здоровья. И изначально имеет навыки владения рукопашным оружием. Уровни владения влияют на урон, приближают его к максимальному для конкретного оружия. Но так как урон разнится довольно сильно, а максимальный уровень владения 10, зависимость не такая явная, как у тех же блока и ярости. Не двойной или половинной. Если же вы сначала пошли на крышу и взяли с собой Славского, а потом спустились в холл и пошли к Медузе, то тут уже Славского сценаристы вовремя выведут из игры. Но он не сойдет с ума, а разойтись с него в нашей группе предстоит мирно. Он просто пойдет делать бизнес в одиночку. Выходя из музея на улицу, обратно вернуться уже не получится. И вы продолжите играть либо с Медузой, либо со Славским, либо вообще без них. А возвратиться обратно, уж не знаю как вам, а мне очень даже хотелось, когда я открыл для себя Славского. Хотелось спасти, то есть взять с собой их обоих. Но это ограничение будет понятно чуть позже. На выходе из музея, почти у порога на нас, нападает мутант-невидимка. Причем нападает он только на Макфаден. Да, я чуть было не забыл, что она ходит с нами, пока возился и выбирал между теми двумя, Славским и Медузой. У вас тоже, если играли, больше моральных терзаний вызывал выбор между ними, а не вся эта ситуация с Макфадом. Что-то с нами, наверное, не так. Ну да ладно. Невидимка ее атакует и сразу тактично смывается за границу экрана. Ибо я этот участок всем чем можно бомбил и поджигал, пытаясь его покарать. Жоан чувствует, что ее отравили. И умирает. Сказав напоследок, я же говорила, противоядие, которое можно найти ранее, которое почему-то называется газ-антидотом, в этом случае, увы, не поможет. И мы с командой бравых воинов, оставшихся без женской поддержки, оказываемся в городе, относительно открытом для передвижений. Исследовать его мы вольны в любом порядке. Но посетить придется практически все его углы. Здесь нам встретятся и новые враги, и новое оружие, и два последних матричных диска, как и было обещано в записке. Убив босса на колесиках, мы получим ракетницу. Ха, подумал я, неплохо, но я этим вряд ли воспользуюсь, и так всех убиваю в рукопашную. Но ракетница будет нужна, чтобы пройти дальше. Причем нужно будет еще найти ракеты для нее, ибо они лежат отдельно. Также в городе можно найти самое, на мой взгляд, эффективное оружие. Помните, что я говорил про шокер? Так вот, это оружие превратит врагов даже не в мальчиков, а прямо-таки в сопливых деток. И нет, это не ионная винтовка. И не чемоданчик с молнией. Это монок. Работает ровно так, как представляется по названию. Приманивает врагов. Причем в описании написано, что приманивает монстров, но по факту работает и на противниках людях. Этакий намек, кого можно назвать монстрами. Бросаешь монок на землю, и враги устремляются к нему, не обращая внимания на обстрелы по бою, и даже не атакуя в ответ. И в итоге собираются толкающейся кучкой вокруг него. Дальнейшее их поведение предлагаю вам изучить самостоятельно. Хотя, конечно, не все так просто. Появляются и глухие враги, которые не реагируют на монок. Причем с виду предугадать, кто глухой, невозможно. А вот монстры с огня защиты, я заметил, обычно красных оттенков. Но что-то я отвлекся. После того, как мы найдем диск под люком, на улице мы застанем бой. Рыжеволосая женщина нападает на монстров. Эээ, или наоборот. В общем, убиваем монстров, спасаем женщину и узнаем, что она журналистка, которая рассчитывала на скучный материал про путешествия по Польше. Вот так вот ей повезло. Кстати, она выделяется как раз феноменальной удачей. 70%. С такой судьбой неудивительно. И мне очень нравится ее озвучка в английской версии. Даже не знаю почему. А в русской она какая-то стерва. Так же из немутировавших монстров мы встретим отряд солдат, как подмечает Тарантин, тех же самых, с которыми сталкивались в музее, но в другой форме. И в этот раз у них во главе генерал Косов. Он рассуждает, что мы оба стремимся в лабораторию, но только он знает, где она и предлагает сделку. Пустите его туда на час, он закончит дела, покажет нам ее и на этом разойдемся. Так же он признается, что это он вмешивался в нашу радиосвязь, но только потому, что хотел защитить нас. Казалось бы, сделка вполне выгодная, да и у них численное превосходство. Но у Косова с Соловицем что-то не заладилось, и недолго думая они перешли на личности. Так что Косова и его солдат пришлось убить. Как удачно, что он носил с собой карту, на которой отмечен отель. И пометка «Запомни, группа 2 это не единственный вариант Ламара». Опа, а ведь это про нас. Хм. Спустившись в подвал отеля, чувствуя приближение к лаборатории, шеф решает оставить наших попутчиков здесь, обосновывая секретностью и опасностью лаборатории. Из попутчиков у нас будет как минимум журналистка. Если с вами будет Медуза, шеф попросит присмотреть за Анной. Она, конечно, не будет в восторге и иронично посоветует нам не удивляться, если с ней что-нибудь случится. Так или иначе, дальше идем втроем. Вещи, которые были в инвентаре попутчиков, останутся с ними. И некоторые люди считают это недоработкой игре, но мне это даже полезно. Обычно я специально оставляю у них часть ненужных вещей, чтобы проще обращаться с разросшимся к этому моменту инвентарем. Да и потом, если Анна боится оставаться с Медузой, может небольшой арсенал в ее карманах немного успокоит ее? Команда, опять вставшись без женщин, тут же натыкается на почти беспомощного монстра. Пятиконечную звезду с человеческой головой, приколоченного к стене. И вместо того, чтобы его невозбранно обойти, запинывает беднягу в рукопашную. И кто спрашивается после этого настоящие монстры? Итак, мы в лаборатории. Сэльван сразу докладывает об этом. штабу по рации, лично генералу Ламару, и передает ему координаты. Тот отвечает загадочное «Всегда знал, что на тебя можно будет положиться, когда начнется игра». Побродив по лаборатории, мы обнаруживаем телепорт, который мешает подобраться к самому сердцу лаборатории. В попытках его отключить наша команда встретится и с мутантами-невидимками, и с мутантами-голхозниками, я не знаю, как еще объяснить, что они орудуют косами, и со своего рода мини-боссами, которые появляются с пугающей заставкой и зовутся инкубусами. А в детстве я дошел ровно до этого боя, но даже сейчас открыл для себя кое-что новое. Эпичную музыку в бою с ними во время их хода. Сначала подумал, что этот трек я еще ни разу не слышал, но оказалось, просто ни один противник еще не ходил так долго, чтобы я мог насладиться этим динамичным отрывком. Спасибо, инкубусы, что вы такие нерасторопные. Повозившись с отключением телепорта, вы подбираетесь к компьютеру, на котором можно воспроизвести диски. И тут начинается самый долгий диалог игры, общей сложности длительностью 10 минут. Постараюсь пересказать побыстрее. Вас прерывает живой и невредимый Добровский, рассказывает, что в лаборатории проводили эксперименты с телепортацией, в чем вы уже успели убедиться. А каких только гипотез о лаборатории за игру не всплывало. И шпион, и радиация. Эксперименты прошли хорошо, даже слишком. Но у людей начал меняться цвет кожи, они стали агрессивными, а затем эмутировали. Первых мутантов устранили, лабораторию доработали и попробовали еще раз, что породило вирус. Мутации начали передаваться от подопытных ко всем остальным. И тогда правительству пришлось разбомбить весь город. Как говорит Василий, убили всех, кроме него. Он тоже был подопытным. И он утверждает, что некто они хотят продолжить эксперимент, и они послали его сюда. А еще, что диски могут помочь, могут исправить людей. Но он внезапно убегает. А шеф решает, была не была запустить диски. Ииии ничего не происходит. Разве что появляется генерал Ламар собственной персоной. Он приказывает нам отойти, но Салливан вдруг упирается и решает, что должен все выяснить сам. Никому теперь нельзя доверять. Ламар не может простить такую дерзость, и он солдатами нападает. После того, как вы нашинкуете его свинцом, огнем, порубите топором, или вообще запустите в него крылатую ракету с небес. Он сдастся и решит нам все рассказать. Тут как тут появляется Василий. Они будут говорить, это он приспешник Косова друг на друга. Но Василий не выдерживает и прокалывается, радуясь той власти, что вы ему подарили. Провели в лабораторию и запустили диски. И как типичный главзлодей кричит, мощь всего мира теперь моя, и превращается в трехголового и трехголосого мутанта. Разделавшись с ним, Салливан уединяется с Ламаром и тот рассказывает, что вся заварушка еще глобальнее. Оказывается, в генах человека обнаружен спящий ретроградный ген, который при пробуждении погубит все человечество. А эксперименты русских по телепортации могут дать надежду, если получится телепортировать этот ген из ДНК куда-то еще. Косов был представителем русских в работе над этим геном. А русский придумал механизм телепортации. Когда русские решили передать лабораторию и наработки НАТО, Косов, будучи жадиной, решил спрятать лабораторию Морозова, разбомбить город, чтобы все думали, что они уничтожены, и пользоваться ими единолично. А точнее, продать тому, кто заплатит. Морозов ему в этом помог. Зная результаты телепортации, он умел плодить мутантов, чем и занялся. А по-прежнему загадочные рассказы Ламара заставляют думать, что Морозов и Добровский это один и тот же человек. Будто и Салливан как-то это молчаливо понял. Но теперь их двоих нет, и все, что хочет от вас Ламар, вынести информацию о ретроградном гене и секретной комнате. Ибо если об этом узнает весь мир, начнется всемирная паника и черт знает, к чему это приведет. Что ж, Салливану это без проблем удается, и он улетает под лучами заката. Вот и все. Сюжет пройден. И да, кажется, я говорил, что в сюжете остается большая недосказанность. Удивительно, но после написания сценария мне уже так не кажется. Да, конечно, на основе того, что рассказал Ламар, главное сражение еще предстоит. Сражение с ретроградным геном, способным погубить человечество, как у щелчка у пальцев. И так как Салливан убил Ламара, на его плечи ложится эта операция, ведь мало кто в курсе об этом гене. Он должен продолжить дело и кто знает, какие противники попадутся на пути. Но история с этим городом, с данной лабораторией, с мутантами, будто бы закончена. Разве что с дисками получилось непонятно. Зачем таки они нужны были Василию? Неужели только с их помощью ему удалось мутировать в то нечто? Судя по анимации, так и было. И если еще допустить, что Добровский это Морозов, то все становится вполне логично и завершенно. Записку обманку он написал, чтобы найти эту лабораторию. Очевидно, не знал, где она. Это возможно, если Косовь перенес телепортатор в тайну даже от него. По поводу пропутчиков, правда, подобно, что выброшись из лаборатории, мы подхватили их и спасли. Правда, особенность одного из них, Медузы, оставляет вопрос о его судьбе. Диски, очевидно, не помогут вернуть ему человеческий облик, да и вряд ли что-либо вообще на это способны. Наверное, его судьба навсегда поселится в этом забытом людьми и разрушенном городе. Или же стать полноправным членом отряда Салливана в войне с этим геном. Ну и еще маленький недосказанный момент. Кто же наш загадочный доброжелатель BT-62-13, который оставлял намекающие записки? И что значит это его подпись? Возможно, разработчики планировали, но не успели добавить его в игру. Его первая записка, мне кажется, указывает на Добровского, мол, первый гибрид здесь, читай первый предатель. Вторая, я буду приглядывать за тобой довольно однозначно. А вот третья для меня самая загадочная и интересная. Не каждый гибрид. Главное подтверждение этого Ян Кюротс, Медуза. Но множественное число, да и все записки вкупе, создают впечатление, будто разработчики планировали добавить еще персонажей, вроде Добровского, которые будут встречаться на протяжении игры и заставить игрока сомневаться, кто говорит правду, а кто водит за нос. И, возможно, какой-то выбор между ними в конце игры и разборки, вроде диалога Добровского и Ламара. В общем, да, как вы поняли, рассуждать и домысливать, вот что я люблю. Теперь мне хотелось бы порассуждать про телепортацию и мутантов, или, как их называют в игре, гибридов. Это название и внешний вид гибридов мне кажется не случайны. Если представить процесс телепортации как анализ вещества объекта, разбор его на элементарные частицы, транспортировку в нужную область и сборку обратно, либо тот же анализ, но уже с транспортировкой только информации для сборки, с использованием имеющегося возле приемника материала, то облик гибридов можно довольно экстравагантно объяснить. В моем представлении самое сложное препятствие в реализации такого метода телепортации как раз не знание набора элементарных частиц, каких и сколько, а точная информация об их энергетических состояниях, взаимосвязях, относительных расположениях в данный конкретный момент времени. Но даже если все это с нужной точностью получено, передать без потери искажений задача тоже почти невыполнимая. Как и во всем, не исключены ошибки и погрешности. И вот представьте, если вместе с человеком в телепортатор попал кто-то еще, например, маленькая ящерица. А при анализе и сборке из-за погрешностей часть клеток ящерицы были неправильно распознаны как человеческие. И прибор создал такие стволовые клетки, которые запрограммированы генами создавать характерные и нужные ящерицам черты. Например, чешую, хвост, широкую челюсть с большим раствором и тому подобное. Эти клетки начали изменять тело человека, как бы приспосабливать его к тяжелой жизни ящерицы. И вуаля, через какое-то время у нас есть гибрид. Ну и, конечно, они будут агрессивными. Были бы вы спокойны, если, например, ваше брюхо рвалось пополам и в нем резались зубы. А вот эти парни были, видимо, солдатами, которые шли телепортироваться с автоматами в руках. А телепортатор решил, что это часть их тела и надежно прирастил их руки к оружию. Так можно объяснить практически все неорганические превращения гибридов. Разве что в концептахтах есть вот такой кадр. Тут уже скорее стволовые клетки начали воспроизводить механизм и внешний вид револьвера и вырастили его огромное органическое подобие. Жаль, но этот монстр до конечной игры не добрался. В руководстве на фоне есть и другие монстры, не попавшие в финальную версию. Даже скриншоты на сайте и на странице в стиме не из финальной версии. Обратите внимание на иконки блока и перемещения объекта. На них были прям человечки нарисованы. Не совсем понятно почему их изменили. А вот лица персонажа изменили неплохо. А то эти мужланы похожи скорее на трактористов, чем на элитных солдат НАТО. Хотя возможно имена и происхождение героев были придуманы после того, как нарисованы эти лица. А тот кто впоследствии стал овицем так вообще тут весь синий. Кстати еще забавный факт по поводу скриншотов. Уж не знаю в чем дело или в кодировании программы захвата или в особенностях местной цветовой палитры или во всем сразу но скриншоты игры в разрешении по умолчанию всегда занимают какой-то дьявольский размер. Теперь я еще раз упомяну про мод. Так сказать для тех кто играл но кому все мало. Мод на оружие несмотря на название изменяет не только его. Мод добавляет новое оружие изменяет характеристики старого но еще что немаловажно меняет количество и положение всех игровых предметов. Не надейтесь в начале игры найти шокер. А на поле боя изменены количество здоровья противников их сопротивляемости а также начальные положения как противников так и подконтрольных персонажей и ящиков с бочками. получился полноценный мод на игровой баланс. Бои стали в разы сложнее и интереснее. Теперь чтобы выжить придется пользоваться и защитной стойкой и перемещением ящиков и бочек. Причем подрыв бочки зачастую лишен смысла. Гораздо выгоднее закрываться ею от противников. Придется даже специально подставлять персонажей под атаку. Игра с ним превращается в настоящий вызов. Хотя благодаря поведению врагов они всегда бьют ближайшего даже если эффективнее напасть на другого. И во многом благодаря ящикам и бочкам зачастую можно найти такое положение при котором вы будете безнаказанно бить врагов. Но поиск этого решения это то чего и не хватало оригиналу. Правда мод конечно не так сбалансирован как сама игра. Побольше бы тестов и активности игроков. Но еще один огромнейший бонус этого мода гибкая настройка. Автор подробно расписал на форуме как своими руками отредактировать мод. Для этого нужно не так уж и много представление чего ты хочешь следование инструкции и хекс редактор. Так что если какой-либо бой покажется ну просто таки непроходимым например если вы оставили мало аптечек и чувствуете что одна две решили бы исход то можно невозбранно изменить этот бой и продолжить играть посмотреть как автор изменил остальные вместо того чтобы просто бросить играть если конечно игра нравится а уж для того чтобы понравиться у этой игры есть все и уж если вы досмотрели это видео до конца то наверняка так же любите эту игру как и я а на этом у меня все жду вас в комментариях ну и конечно на своем канале снова спасибо что смотрели андер 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 Продолжение следует...